Здравствуйте, с вами снова передача пятнашки. Мы пригласили сегодня в студию специалиста по биоэнергетике, пользователя, который общается с другими пользователями в разделе «Профи Тутбай» на форумах Бориса Прадуха. Борис, расскажите, пожалуйста, как вы начали заниматься биоэнергетикой и что это вообще такая за наука, чем она может быть полезна людям? Когда-то я давно много очень лет учился и столкнулся с такой темой, как что же все-таки такое человек и почему он живой до сих пор, то есть почему человек жив. Вот если взять вот этот вот какой-то предмет, он тоже состоит из клеток, тоже состоит из молекул, он тоже состоит из того же самого, что и человек, электроны, протоны, но вот это кресло не живое. Значит, в человеке есть что-то такое, какая-то жизненная энергия. Я начал пытаться узнать, что это такое, вот и влёкся и начал изучать. Борис, вы как-то презентовали несколько интересных программ по оздоровлению тех людей, которые вплотную работают с компьютером, и насколько мне известно, вы считаете, что часть проблем зависит, например, от того, что у пользователя, который долго за компьютером находится, рука пережата, рука лежит на мышке и она пережата краешком стола или краешком подставки. И с этим связана часть проблем со здоровьем, которые мы имеем, вот работая за компьютером. Правда ли это? Как можно избежать этого? И что может сделать человек для того, чтобы профилактировать состояние своего здоровья, какие-то проблемы со здоровьем? Да, я придумал цикл каких-то передач даже были, и сейчас даю периодически выступления для компаний, сотрудников которых работают с компьютером, значит, как сохранить здоровье работая за компьютером. Есть медицинская точка зрения, что просто из-за работы, из-за хронического пережима, скажем, мышц, из-за того, что это постоянно, перманентно неправильно нагружен организм, он начинает воспаляться и болеть. Есть психологическая, из-за того, что человек не понимает, что происходит точно, и он ведет такой образ жизни, такие у него привычки, которые его разрушают и приводят к гибели. Значит, научиться можно заранее избежать кучу болезней. Есть, конечно, энергетическая проблема, самая такая, как обычно, энергетика, она такая тема. Значит, компьютер сжирает внимание, сжирает человеческую жизнь, даже вот многие зависимости от интернета, от фейсбука, от каких-то таких социальных вот сетей, только встал скорее туда, вместо того, чтобы жить по-настоящему, поиграть. То есть, настоящая, реальная жизнь, они живут виртуально все время. А если человек еще и работает, если связано с, работать за компьютером, связано с его работой, то он практически не замечает, как вся его вот жизнь уходит туда, в ту сторону монитора. И он замеченно вот быстрее как-то даже стареет. Кожа краснеет, морщины там, зрение садится. Есть даже какие-то версии страшные, что есть, там, болезни крови даже начинаются. Вот. Но если с этим работать, то можно научиться жить, естественно, как собаки. Хотят – встали, хотят – живут, хотят – сидят. Хорошо. А какие основные болевые, вернее, не болевые, какие основные проблемные места организма есть у человека, работающего за компьютером, кроме кисти руки, о которой мы уже говорили? Конечно. То есть, получается, постоянно подлом шеи. Люди, которые долго работают за компьютером, жалуются мне, что у них падает память, что у них внимания нет. Они постоянно немножко нервничают. Даже когда закрывают просто глаза, глаза так дрожат. Вот. Интересно. Как нервный тик, да, на глазах? Да, начинается. И с чем это связано? Ну, вот. Я считаю, перегружено сознание информацией. Кто-то скажет, что, возможно, это реакция на движение монитора. Так тоже. Ну, скорее всего. Потому что, когда… То есть на мелькание, вы хотите сказать? Да. Особенно старые мониторы, сейчас уже мало кого, но еще есть. Там же вот луч бегает, очень быстро бегает. И наш глаз за ним следит. Вот он потом, когда мы его закрываем, даже выключив компьютер, он продолжает немножко дрожать. Ну, с этими мониторами, слава богу, уже практически разобрались, и никто их уже не использует. Но все-таки, наверное, вот те вспышки, блики, которые есть на экране, там, может быть, рекламные или просто какие-то световые ощущения мешают человеку и, в общем-то, загружают. Раздражают нервную систему, она раздраженная, да, такая нервная. А что вы посоветуете сделать человеку непосредственно для своего здоровья, который постоянно сидит за компьютером? Кроме того, что он должен периодически отрываться от компьютера. Ну, что советовать? Гулять с собакой периодически. Да, завести себе собаку и гулять. Это очень хорошо, потому что сам, может быть, и не пойдешь, а собака не даст покоя, заставит все равно встать и пойти. Пройтись. Да, есть разные, вообще, в принципе, надо, вот у нас еще пока так этим не занимаются, но в оригинале, для того, чтобы достигнуть хорошего результата, нужно составлять хороший план. Что делать? Так и называется, план оздоровления. Мы пишем, что мы хотим. Так, молодец. Правду сказал. Так, это самое сидеть. Он внимательно слушает просто. Записывает. Внимательно слушает. Дайте ему ручку, записывает. Значит, что мы хотим конкретно? Например, повысить двигательную активность. Хорошо. Молодец, молодец, молодец. То есть, двигательная активность должна быть что-то среднее между нашими сидениями и беспрерывным вот этим мельтешением. Например, участник форума понял, осознал, что мало двигается и решил что-то изменить. Как? Значит, сначала пишем, что мы хотим. Мы хотим двигаться, ну, например, не знаю, полчаса в день активно двигаться. Скакалка подойдет? Да. Потом выбираем метод, как что подойдет. Кому-то подойдет скакалка. Кому-то она не подойдет. Кому-то именно бег понравится на свежем воздухе. А кому-то скажет, я бегать не могу. Кто-то скажет, я хочу в бассейн. А кто-то скажет, мне далеко ехать. А кто-то скажет, я не могу, мне нужна команда. Какой выход? Составляем индивидуальный план и реализуем его. Вот такой выход. Сам не можешь, проси тренера. Даже я бы порекомендовал, по крайней мере, несколько уроков взять в какого-нибудь фитнес-тренера. Пойти в любую фитнес-школу, сказать, я хочу начать, дайте мне, помогите. И взять несколько уроков у тренера, чтобы он дал алгоритм правильного какого-то выполнения. Потому что сам, когда ты и так не умел, и сам пошел что-то делать, и через 2-3 занятия скажешь, а не получается. И запал пройдет. А второй раз начать очень тяжело. Тем более третий раз. Потому что лучше делать сразу правильно, считаю. Скажите, пожалуйста, необходим ли человеку массаж? Да. А как регулярно человек должен делать массаж? Есть разные. Вообще, я вот к массажу отношусь очень так, люблю массаж, потому что он простой и естественный. То есть он не требует каких-то там медицинских препаратов, каких-то там оборудования сложного. Это может делать каждый. Вот бежал ребенок по улице, упал, ножка болит, потер. Естественная, да? Это естественная реакция, да. Что ты где-то заболела, потер, все, прошло. Подвигал, потер. Мы моемся, мочалкаем, теремся. Это тоже массаж. Веником бьются. Даже ребенка бывает иногда ремнем или собаку. Это полезно. Это тоже массаж. Там кровь, да, все. Это обидный массаж. Мне кажется, его лучше не применять. Тренируется нервная система. Ну, это динамический массаж. Просто есть динамические, то есть в движении. Динамическая вибрация. Вот, похлопывание. А танцы подходят в качестве такого массажа динамического? Танцы куда? Ну, если человек, допустим, встал с утра, включил магнитофон и начал танцевать, это будет зарядкой? Зарядка будет. Зарядка. Это будет гимнастика, физическая культура, которую мы делаем для того, чтобы вывести из своего тела какие-то токи, то есть заземлиться. То есть в землю отправляем ненужные мысли, ненужные переживания, старые какие-то энергетические вещи. Как мы это сделаем, уже второй вопрос. Есть классические техники, есть восточные, есть западные, советские, новые, старые. Для больных людей, для здоровых. Самомассаж. Вот самомассаж, пожалуйста. Берем учебник Бирюкова, покупаем по нему, делаем огромное количество роликов. Ничего здесь такого нету секретного, запрещенного. Другое дело, когда человек болен и начинает что-то делать, тут, да, тут, конечно, надо к специалистам, самому уже не надо делать. Но, честно говоря, даже интимные отношения, это тоже, в принципе, массаж половых органов. Да, его тоже надо делать. Интересная мысль. Скажите, а как часто вообще надо делать массаж, если речь идет о походе к профессионалу, массажисту? Обычно предлагают несколько схем. Какой-то курс, потом 10-15 сеансов, потом перерыв, месяц-два, и потом повторяется курс. Можно делать, вот в Европе по-другому делают, там на курсы нету времени. Это вообще, эти курсы, они уходят корнями в санаторно-курортное лечение, когда человек приезжал в санаторий, у него там 2 недели времени, делать нечего, давай делать каждый день массаж. Вот как бы под это подогнана теория. Ну, она работает, в принципе, нормально. Ну, то есть это, когда человек в отпуске, хорошо. А в настоящей жизни найти каждый день время, куда-то поехать, уже не получится просто. Поэтому, ну, раз не получится, так и не стоит пробовать. В Европе пропагандируют один раз в неделю какой-то сеанс. Потом неделя есть, чтобы организм работался, произошли какие-то процессы. Ну, и вот так вот практически каждую неделю, потом раз в две недели, потом, может, перерыв действительно. Ну, он растягивается. Получается меньше сеансов, но эффективность такая же. Мы изучали, эффективность еще не такая же. Важно очень, чтобы человек еще активно участвовал. Если вот в курсах, где каждый день, так он там не надо. А когда вот иногда, то есть с большим перерывом в неделю, в эту неделю он должен делать гимнастику, зарядку, сам заполнять. То есть это уже для людей, которые привыкли нести ответственность за то, что они делают. Многие думают, я пойду к врачу, он меня вылечит, и все. Я ничего не буду делать, он сам все сделает и сам все вылечит. Главное, просто все нормально. Все пройдет. Со знакомой есть врач, там договоримся. А врачи так не думают. Они удивляются, что вы к нам пришли вообще. Вам написано было, что это? Это вас убивают. Вы это сделали? Ну, что мы можем сделать? То есть в первую очередь врач спрашивает при приеме, там, первичном, курит человек, да? Выбивает человек, что он делает? Какие есть моменты, которые ухудшают второй человек, с чем придется иметь дело? Правильно? Если, да, вообще врачец, доктор, от слова учитель, по-моему, по-гречески. То есть он должен научить все, почему, а зачем, а ты понимаешь. Давай попробуем так, давай попробуемсяк. Но система медицины, которая построилась в Советском Союзе, она такой задачи такие не ставила. Вот там надо было выбрать не наилучшее решение для человека, а наибыстрейшее. То есть так сделать, чтобы через три дня человек пошел на работу, и все. То есть объяснять там, ну, не успевает. По регламенту врач, по-моему, 10 минут имеет, за 10 минут такой успешный познакомиться, записать что-то. Да, и особо дать очень сложно что-то врачу, да, на приеме. Борис, скажите, пожалуйста, с точки зрения энергетика, назовите пять основополагающих вещей, которые должен делать человек для того, чтобы оставаться здоровым, сохранить свое здоровье, которое ему дано от рождения. Пять, хорошо. Да. Ну, самое главное правило, ни о чем не переживать. Раз. Да. Помнить, что, ну, иметь какую-то цель, смысл и помнить об этом. Идти к нему все время спокойно. То есть какая-то перспектива должна быть у человека. видеть свое будущее, иметь четкие, понятные вообще мировоззрения, понятно, что время, оно ограничено, и нельзя его вот так вот расплескивать на ненужное. То есть постараться все, что не нужно, все, что такое ложное, избавиться от ложных вот этих вот заблуждений. Увидеть, понять, что это на самом деле мне не надо. Потому что именно... Ай, молодец какой. Это был второй пункт? Второй пункт, да. Избавиться от ложных заблуждений. Потому что они в основном изжирают всю силу человека. Он устает. От природо-хронической усталости начинается самообман. Самообмана в чем? Ну, в том, что он что-то делает, а ему это на самом деле не надо. То есть работает не на той работе, занимается тем делом. Правильно? Совсем не так что-то делает. Он себе сядет, подумает, он поймет, что это ему вообще... Он вообще это не хотел, не хочет. Помнить, что вдох равен выдоху. Все забывают. То есть хочешь много, должен много сделать. Хочешь сколько хочешь получить, столько нужно и отдавать. Важна из больших... Природа потерь в том, что человек хочет получить больше, чем он отдает, и потом теряет все. Вот природа больших потерь. Может быть, проблема еще в том, что человеку надо делиться, не забывать об этом? Териодически делиться, отдавать что-то из того, что получаешь. Причем, что не успеешь отдать, потеряешь. Вот, теряется просто. Очень интересная мысль. Да. Не успеваешь инвестировать, все, вот, просто. Деньги уйдут тогда на лекарства, уйдут на проблемы, уйдут на ремонты. Ремонт – это хорошо. А какой пятый, самый главный, может быть, постулат? Самый главный? Сидеть. Вообще, научиться жить естественно. Вот как этот собак наш. Научиться жить естественно. Я придумал такой афоризм вчера буквально. Когда тигр идет на охоту, он не идет на работу, он так живет. То есть для него это естественно? Да, он так живет, вот он так, вот он ходит, ест там кого-то, спит. То есть мы должны работать так, чтобы это казалось, что это наша естественная жизнь. Мы должны вести себя везде по-настоящему, быть такими вот. То есть снять маски, избавиться от этих вот масок, перестать казаться такими-то умными, правильными. Это часто даже на форумах видно, что кто-то пишет, что он все знает, все такое уже образованное, прям фантастически. И все неправда сразу. Ну, он какую-то маску одел и в ней сидит на самом деле. А если немножко порассуждает, поймет, что и он ошибается. Вот. Значит, снимаем маски. И живем счастливо, здорово. Живем счастливо, открыто, да, и все. Все, болезней, в принципе, даже не будет, я думаю. Борис, это очень хороший совет, и спасибо вам большое. С нами был профи из раздела профи Тутбай по биоэнергетике Борис Продуха. Я Ольга Сытько. И золотистый ретривер Сильвер. Спасибо. Спасибо.